Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 10 октября, Православная Церковь совершает память священномученика Анфима Иверянина, митрополита Валашского. Святой Анфим родился около 1650 года на юге Грузии в области Самцхе-Месхети. Он был крещен во имя апостола Андрея. Вместе с царем Арчилом святой отправился в Россию и создал грузинскую типографию. На обратном пути он попал в плен к дагестанским разбойникам, которые продали его в рабство туркам. Андрей провел много лет в Константинополе и, обладая исключительными способностями, выучил много языков – греческий, арабский, турецкий, церковнославянский и румынский. Через некоторое время, благодаря патриарху Иерусалимскому Досифею, Андрей был выкуплен из рабства. Он поселился неподалеку от патриархата и занялся вышиванием хоругви и резьбой по дереву. В 1690 году, в возрасте около 40 лет, Андрей был приглашен в Аллахию святым мучеником-князем Константином Брынковяном. Здесь, вместе с епископом Митрофаном Хушийским, он вновь занялся книгопечатанием, а через год принял постриг с именем Анфим и священный сан. В течение четырех лет святой Анфим заведовал бухарестской типографией, затем в 1694 году создал новую печатню в Снаговском монастыре к северу от Бухареста. Став игуменом этой обители, он, тем не менее, не прекращал активной издательской деятельности. С 1701 по 1705 год он вновь находился во главе княжеской типографии. Затем святого Анфима возвели в епископа Рымникского в области Вылча, где он также открыл печатню, издавшую десять книг за три года, что для православного книгопечатания того времени было совсем немало. В 1708 году святой Анфим стал митрополитом Валашским. Заботы высокого архипастерского сана он совмещал с писательскими и издательскими трудами, открыл еще несколько новых печатен и издал девятнадцать книг. За всю жизнь святой Анфим издал 64 церковные книги на румынском, церковнославянском, турецком и арабском языках. Тридцать восемь из них написал он сам. Святитель Анфим был добрым и тихим пастырем, он утешал христианский народ своим словом, своими литературными творениями и делами милосердия. По всей стране митрополит открыл школы, в которых дети из бедных семей могли учиться бесплатно, а в Бухаресте основал монастырь в честь всех святых, который впоследствии стал называться монастырем святого Анфима. В 1716 году турки обвинили святого Анфима в заговоре с целью присоединить Валахию к Австрийской империи. Для святителя настало время принять мученичество. Он был низложен, ослеплен и сослан в Синайский монастырь. В пути он много страдал от жестокого обращения конвойных, которые после истязаний утопили его в реке Тунжия. Благодаря апостольским трудам святитель Анфим по праву может быть назван человеком, обновившим христианское самосознание в румынских княжествах. Именно по его инициативе и благодаря его издательской деятельности румынский язык стал официальным языком богослужения, что во многом способствовало просвещению и сплочению румынского народа, а также имеет большое значение в наши дни. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Калистрата и дружины его, гимнасия и иных, преподобного Савватия Соловецкого, апостола от 70 Марка, Аристарха и Зины, мученицы Епихарии Римской, преподобного Игнатия Глубокореченского Каппадокийского Игумена. Празднуется собор святых в земле Испанской и Португальской просиявших, священомученика Петра Полянского, митрополита Крутицкого, священомученика Дмитрия Шишокина-пресвитера, священомучеников Германа Косолапова, епископа Вольского и Михаила Платонова-пресвитера, священомученика Феодора Богоевленского-пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церкови сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok